Лев Гумилёв. От Руси до России. Очерки этнической истории. Эпиграф. Соответствовать самому себе можно в любой период истории. Можно жить, оставаясь самим собой, обрекая себя на сложную судьбу, и тогда, быть может, именно вы прикоснётесь к струне истории. И она звучит от вашей руки. Лев Гумилёв. Вместо предисловия. Сегодня в нашей стране наблюдается небывалый рост интереса к истории. Чем он вызван? На чём основан? Часто можно слышать, что, запутавшись в проблемах современных, люди обращаются к истории в поисках выхода из тяжёлых ситуаций, как говорили в старину, за поучительными примерами. Пусть так, но в таком случае интерес к истории свидетельствует и о другом. Современность и история воспринимаются большинством наших соотечественников, как принципиально разные, несовместимые временные стихии. Часто истории современность просто сталкиваются лбами. Нам интересна только современность, и нужно знание только о ней. Похожие суждения можно услышать и в учёном споре, и в беседе за чаем, и даже в базарной склоке. Действительно, для противопоставления современности и истории есть некоторые основания. Само слово «история» подразумевает бывшее раньше, не сегодняшнее, а значит, историческая наука немыслимо без учёта изменений, отделяющих вчера от сегодня. Количество и масштабы этих изменений могут быть ничтожны, но в ней их истории не существует. Говоря о современность, мы, напротив, имеем в виду некоторую привычную и кажущуюся нам стабильную систему взаимоотношений внутри страны и вне её. Вот это-то привычное, знакомое, почти неизменное и понятное и противопоставляет с обычной историей чему-то неочевидному, неосязаемому и потому непонятному. А дальше просто. Если мы не можем с современной точки зрения объяснить действия исторических персонажей, это значит, что они не были образованы, обладали многочисленными сословными предрассудками и вообще жили без благ научно-технического прогресса. Тем хуже для них. И ведь мало кому приходит в голову, что в своё время прошлое тоже было современностью. Значит, видимое постоянство современности – обман. И сама она ничем не отличается от истории. Всё хвалёное и настоящее – лишь момент, тут же становящийся прошлым, а вернуть сегодняшнее утро ничуть не легче, чем эпоху пунических или наполеоновских войн. И как это ни парадоксально, именно современность мнима, а история – реальна. Для неё характерна смена эпох, когда внезапно рушится равновесие народов и держав, малые племена совершают великие походы и завоевания, а могучие империи оказываются бессильными. Одна культура сменяет другую, а вчерашние боги оказываются никчёмными истуканами. Чтобы понять исторические закономерности, работали поколения настоящих учёных, книги которых до сих пор находит своего читателя. Итак, история – это постоянные изменения, вечная перестройка кажущейся стабильности. Взглянув в каждый отдельный момент на определённую территорию, мы видим как бы фотографический снимок, относительно устойчивую систему из взаимосвязанных объектов, географических, ландшафтов, социально-политических, государств, экономических, этнических. Но как только мы начинаем изучать не одно состояние, а множество их, то есть процесс, картина резко меняется и начинает напоминать скорее детский калейдоскоп, а не строгое картографическое изображение с сухими надписями. Взглянем, к примеру, на Евразию в начале первого века нашей эры. Западную оконечность великого евразийского континента занимала Римская империя. Эта держава, выросшая из крошечного городка, основанного племенем латинов за восемь столетий до нашей эры, выбрала в себя множество народов. В состав империи органично влились культурные эллины, остававшиеся, в общем, лояльными подданными очень долгое время. С германцами же, жившими за Рейном, римляне, напротив, начали воевать. И хотя их победоносные полководцы Германик и будущий император Тиберий доходили во главе легионов до Эльбы, уже к середине первого века нашей эры от покорения германцев римляне отказались. К востоку от германцев обитали славянские племена, римляне называли их, как и германцев, варварами, но в действительности это был совершенно другой народ, отнюдь не друживший с германцами. Еще восточнее, в беспредельных степях при Черноморье и Казахстане мы обнаруживаем в это время народ, мало напоминающий европейский, сарматов, а на границе с Китаем, на территории нынешней Монголии, кочевал народ хунны. Восточная окраина Евразии, так же, как и западная, была занята огромной державой – империей Хань. Китайцы, подобно римлянам, считали себя культурным, цивилизованным народом, живущим среди окружающих их варварских племен. Друг с другом римляне и китайцы практически не сталкивались, однако связь между ними все же была. Нитью между двумя империями, невидимой, но прочной, стал Великий Шелковый Путь. По нему китайский шелк тек в Средиземноморье, оборачиваясь золотом и предметами роскоши. Но и на Великом Шелковом Пути китайцы и римляне не встречались, ибо ни те, ни другие не ходили с караванами. С ними ходили сагдийцы, обитатели Средней Азии, и евреи, осваивавшие международную торговлю. Под их руководством караваны пересекали огромные пространства континента, а на окраинах его, в римских крепостях и на Великой Китайской стене, часовые и день и ночь охраняли покой цивилизованных империй. Зададимся простым вопросом. А что помешало этой отлаженной статичной системе отношений дожить до нашего времени? Почему мы сегодня не видим ни римлян, ни Великого Шелкового Пути? Да потому что уже в конце первого, начале второго века нашей эры, положение изменилось принципиально. Пришли в движение многие народы, да то ли спокойно жившие в привычных им условиях. Десантом готов, обитателей Скандинавии, в Устье Вислы, началось великое переселение народов, ставшее в IV веке причиной гибели единой Римской империи. Тогда же начали свое продвижение и славяне, покидавшие территорию между Вислой и Тисой и распространившиеся впоследствии от Балтики на севере до Адриатики и Балкан на юге, от Эльбы на западе до Днепра на востоке. Племя даков, занимавшие территорию современной Румынии, начала войну с Римом, и империи потребовалось 20 лет борьбы, чтобы силами всего Средиземноморья, объединенными военным и государственным гением императора Трояна, победить этот народ. Из возникших в Сирии и Палестине христианских общин к тому времени возник новый этнос – этнос по Христу. Носители некогда преследовавшегося учения сумели не только сохранить его, но и сделать официальной идеологией в одной из частей распавшейся империи. Так, в противовес умирающему западному Риму Гесперии возникла новая христианская держава – Византия. В той же Палестине возник очаг сопротивления римскому господству. Небольшой народ Иудеи после двух восстаний, жестоко подавленных римлянами, покинул свою историческую родину. Но появление Иудейской диаспоры и проповедь христианства обернулись для римлян усилением позиций восточных религий в самом центре империи и в ее провинциях. Не только Ближний, но и Дальний Восток стал в это время источником бед для Рима. Ведь Хуннов, покинув степи Монголии, в результате беспримерной эмиграции оказалась в Европе. Уже в IV веке их потомки сокрушили королевство готов и едва не уничтожили саму Римскую империю. Таким образом, если мы попытаемся представить себе Евразию V-VI веков, то увидим картину, совершенно не похожую на то, что была в I веке. Новые империи располагаются на окраинах континента, совсем другие народы кочуют по просторам Великой степи. Вся история человечества состоит из череды подобных изменений. Может быть, смена империи, царств, вер и традиций не имеет никакой внутренней закономерности, а представляет собой неподдающийся объяснению хаос? Издавна люди пытливые, а такие есть всегда, стремились найти ответ на этот вопрос, понять и объяснить истоки своей истории. Ответы получались, естественно, разные, ибо история многогранна. Она может быть историей социально-экономических формаций или военной истории, то есть описанием походов и сражений, историей техники или культуры, историей литературы или религии. Все это разные дисциплины, относящиеся к истории. И потому одни историки юридической школы изучали человеческие законы и принципы государственного устройства, другие, историки-марксисты, рассматривали историю сквозь призму развития производительных сил, третьи опирались на индивидуальную психологию и так далее. А можно ли представить человеческую историю как историю народов? Попробуем исходить из того, что в пределах Земли пространство отнюдь неоднородно, и именно пространство – это первый параметр, который характеризует исторические события. Еще первобытный человек знал границы территории своего обитания, так называемый кормящий, вмещающий ландшафт, в котором жил он сам, жили его семья и его племя. Второй параметр – время. Каждое историческое событие происходит не только где-то, но когда-то. Те же первобытные люди вполне сознавали не только свое место, но и то, что у них есть отцы и деды, и будут дети и внуки. Итак, временные координаты существуют в истории наряду с пространственными. Но в истории есть еще один не менее важный параметр. С географической точки зрения все человечество следует рассматривать как антропосферу, одну из оболочек Земли, связанную с бытием вида Homo sapiens. Человечество, оставаясь в пределах этого вида, обладает замечательным свойством, оно мозаично, то есть состоит из представителей разных народов, говоря по-современному, этносов. Именно в рамках этносов, контактирующих друг с другом, творится история, ибо каждый исторический факт есть достояние жизни конкретного народа. Присутствие в биосфере Земли этих определенных целостностей этносов составляет третий параметр, характеризующий исторический процесс. Этносы, существующие в пространстве и времени, и есть действующие лица в театре истории. В дальнейшем, говоря об этносе, мы будем иметь в виду коллектив людей, который противопоставляет себя всем другим, таким же коллективам, исходя не из сознательного расчета, а из чувства комплементарности, подсознательного ощущения, взаимной симпатии и общности людей, определяющего противопоставление мы-они и деление на своих и чужих. Каждый такой коллектив, чтобы жить на Земле, должен приспособиться, адаптироваться к условиям ландшафта, в пределах которого ему приходится жить. Связи этноса с окружающей природой и рождают пространственные взаимоотношения этносов между собой. Но естественно, что, живя в своем ландшафте, члены этноса могут приспособиться к нему, только изменяя свое поведение, усваивая какие-то специфические правила поведения, стереотипы. Усвоенные стереотипы, историческая традиция, составляют основное отличие членов одного этноса от другого. Чтобы описать свою историческую традицию, членам этноса становится необходима система отсчета времени. Легче всего учитывать временные циклы. Простые наблюдения показывают, что день и ночь составляют повторяющийся цикл сутки. Подобно этому, времена года, сменяясь, составляют больший цикл год. Из-за этой простоты и очевидности первый известный людям счет времени, употребляющийся до сих пор, это счет циклический. С представлением о цикличности времени связано само происхождение русского слова «время», однокоренного со словами «вертеть» и «веретено». На Востоке, например, была изобретена система отсчета времени, при которой каждый из 12 годов носит название того или иного зверя, изображаемого определенным цветом «белый металл», «черная земля», «красный огонь», «синей-зеленой растительности». Но поскольку Этнос живет очень долго, ни годового, ни даже 12-летнего цикла восточных народов, часто было недостаточно, чтобы описать хранящиеся в памяти людей события. В поисках выхода из этого тупика начали применять линейные измерения времени, при котором отсчет ведется от определенного момента в историческом прошлом. Для древних римлян это условная дата основания Рима. Для эллинов год первой Олимпиады. Мусульмане считают годы от хиджры, бегство пророка Мухаммеда из Мекки в Медину. Христианское летосчисление, которым пользуемся мы, ведет счет от Рождества Христова. О линейном измерении времени можно сказать лишь то, что в отличие от циклического оно подчеркивает необратимость времени. На Востоке существовал еще один способ осознания и отсчета времени. Вот пример такого исчисления. Царевна из южнокитайской династии Чен, уничтоженной с северной династией Суй, попала в плен. Она была отдана в жены тюркскому хану, желавшему породниться с китайской императорской семьей. Царевна скучала в степях и сочиняла стихи. Одно из ее стихотворений звучит так. Предшествует слава и почесть беде, ведь мира законы круги на воде, во времени блеска величия умрут, сравняются, сгладятся башня и пруд. Хоть ныне богатство и роскошь у нас, не долог всегда без мятежности час, не век обьяняет нас чаша вина, звенит и смолкает на лютне струна. Я царскую дочерью прежде была, а ныне во рду кочевую зашла, скиталась без крова и ночью одной. Восторг и отчаяние были со мной. Превратность царит на земле искони, примеры ты встретишь, куда ни взгляни. И песня, что пелась в былые года, изгнанника сердце тревожит всегда. Здесь течение времени рассматривается как колебательное движение, а определенные временные отрезки выделяются в зависимости от насыщенности событиями. При этом создаются большие, дискретные участки времени. Китайцы называли все это одним легким словом превратность. Каждая превратность происходит в тот или иной момент исторического времени и, начавшись, неизбежно кончается, сменяясь другой превратностью. Такое ощущение дискретности, прерывности времени помогает фиксировать и понимать ход исторических событий, их взаимосвязь и последовательность. Но, говоря о прерывистом времени, времени линейном или циклическом, надо помнить, что речь идет лишь о созданных человеком системах отсчета. Единое, абсолютное время, исчисляемое нами, остается реальностью, не превращаясь в математическую абстракцию и отражает историческую, природную действительность. Так, прерывистое время равно применимо и к человеческой истории, и к истории природы. Хорошо описанная историческая геология оперирует эрами и периодами, в каждой из которых биосфера Земли имела особый характер. Это или влажный карбон с обилием крупных амфибий земноводных, или сухой пермский период с крупными рептилиями, присмыкающимися, обитавшими вблизи водоемов. В трех периодах мезозойской эры Триаси, Юри и Мели каждый раз возникала новая флора и новая фауна. Ледниковый период вновь изменил животный и растительный мир Земли. До этого периода в Африке обитали австралопитеки, отдаленно напоминавшие современного человека. После ледникового периода появились неандертальские люди с огромной головой и сильным коренастым туловищем. При неизвестных нам обстоятельствах неандертальцы исчезли и сменились людьми современного типа, людьми разумными. В Палестине сохранились материальные следы столкновения двух видов людей, разумных и неандертальских. В пещерах Схул и Табун на горе Кармель обнаружены останки помесей двух видов. Трудно представить условия появления этого гибрида, особенно если учитывать, что неандертальцы были каннибалами. В любом случае, новый, смешанный вид оказался нежизнеспособным. Итак, неандертальцы исчезли, и в наше время Земля заселена людьми, хотя и пяти раз, но принадлежащими к одному биологическому виду. Следовательно, мы вправе считать, что прямой преемственности между неандертальцами и современными людьми нет. Но точно так же нет ее и между кроманьонскими охотниками на мамонтов и древними кельтами, между римлянами и румынами, между хуннами и мадьярами. В истории этносов, народов, как в истории видов, мы сталкиваемся с тем, что время от времени на определенных участках Земли идет абсолютная ломка, когда старые этносы исчезают и появляются новые. Древности принадлежат филистимляне и халдеи, македонине и этруске. Их сейчас нет, но когда-то не было англичан и французов, шведов и испанцев. Итак, этническая история состоит из начал и концов. Но откуда же и почему возникают эти новые общности, вдруг начинающие отделять себя от соседей? Э, нет, знаем о вас, вы немцы, а мы французы. Понятно, что любой этнос имеет предка, даже не одного, а нескольких. Например, для русских предками были и древние русичи, и выходцы из Литвы и Орды, и местные финно-угорские племена. Однако, установление предка не исчерпывает проблемы образования нового этноса. Предки есть всегда, а этносы образуются достаточно редко и во времени, и в пространстве. Казалось бы, на поставленный вопрос нет ответа. Но вспомним, что точно так же сто лет назад не было ответа на вопрос о происхождении видов. В прошлом веке, в эпоху бурного развития теории эволюции, как до, так и после Дарвина, считалось, что отдельные расы и этносы образуются вследствие борьбы за существование. Сегодня эта теория мало кого устраивает, так как множество фактов говорит в пользу иной концепции теории мутогенеза. В соответствии с ней каждый новый вид возникает как следствие мутации внезапного изменения генофонда живых существ, наступающего под действием внешних условий в определенном месте и в определенное время. Конечно, наличие мутаций не отменяет внутривидового процесса эволюции, если появившиеся признаки повышают жизнеспособность вида, а они воспроизводятся и закрепляются в потомстве на достаточно долгое время. Если это не так, носители их вымирают через несколько поколений. Теория мутогенеза хорошо согласовывается с известными фактами этнической истории. Вспомним уже упоминавшийся пример миграции в первом-втором веках нашей эры. Мощное движение новых этносов имело место сравнительно недолго и только в узкой полосе от Южной Швеции до Абиссинии. Но ведь именно это движение погубило Рим и изменило этническую карту всего европейского Средиземноморья. Следовательно, начало этногенеза мы также можем гипотетически связать с механизмом мутации, в результате которой возникает этнический толчок, ведущий затем к образованию новых атмосов. Процесс этногенеза связан с вполне определенным генетическим признаком. Здесь мы вводим в употребление новый параметр этнической истории пассионарность. Пассионарность это признак возникающий вследствие мутации пассионарного толчка и образующий внутри популяции некоторое количество людей, обладающих повышенной тягой к действию. Мы назовем таких людей пассионариями. Пассионарии стремятся изменить окружающие и способны на это. Это они организуют далекие походы, из которых возвращаются немногие. Это они борются за покорение народов, окружающих их собственный этнос, или наоборот сражаются против захватчиков. Для такой деятельности требуется повышенная способность к напряжениям, а любые усилия живого организма связаны с затратами некоего вида энергии. Такой вид энергии был открыт и описан нашим великим соотечественником Академиком Вернацким и назван им биохимической энергией живого вещества биосферы. Механизм связи между пассионарностью и поведением очень прост. Обычно у людей, как у живых организмов, энергии столько, сколько необходимо для поддержания жизни. Если же организм человека способен вобрать энергии из окружающей среды больше, чем необходимо, то человек формирует отношения с другими людьми и связи, которые позволяют применить эту энергию в любом из выбранных направлений. Возможно, и создание новой религиозной системы или научной теории, и строительство пирамиды или эйфелевые башни и так далее. При этом пассионарии выступают не только как непосредственные исполнители, но и как организаторы. Вкладывая свою избыточную энергию в организацию и управление соплеменниками на всех уровнях социальной иерархии, они, хотя и с трудом, вырабатывают новые стереотипы поведения, навязывают их всем остальным и создают таким образом новую этническую систему, новый этнос, видимый для истории. Но уровень пассионарности в этносе не остается неизменным. Этнос, возникнув, проходит ряд закономерных фаз развития, которые можно уподобить различным возрастом человека. Первая фаза, фаза пассионарного подъема этноса, вызванная пассионарным толчком. Важно заметить, что старые этносы, на базе которых возникает новый, соединяются как сложная система. Из подчас непохожих субэтнических групп создается спаянная пассионарная энергия и целостность, которая расширяется, подчиняет территориально близкие народы. Так возникает этнос. Группа этносов в одном регионе создает суперэтнос, так византия суперэтнос, возникший в результате толчка в первом веке нашей эры, состоял из греков, египтян, сирийцев, грузин, армян, славян и просуществовал до 15 века. Продолжительность жизни этноса, как правило, одинакова и составляет от момента толчка до полного разрушения около 1500 лет, за исключением тех случаев, когда агрессия на племенников нарушает нормальный ход этногенеза. Наибольший подъем пассионарности, акматическая фаза этногенеза, вызывает стремление людей не создавать целостности, а напротив, быть самими собой, не подчиняться общим установлениям, считаться лишь собственной природой. Обычно в истории эта фаза сопровождается с таким внутренним соперничеством и резнёй, что ход этногенеза на время тормозится. Постепенно, вследствие резни, пассионарный заряд этноса сокращается, ибо люди физически истребляют друг друга. Начинаются гражданские войны, и такую фазу мы назовем фазой надлома. Как правило, она сопровождается огромным рассеиванием энергии, кристаллизирующейся в памятниках культуры и искусства. Но высший расцвет культуры соответствует спаду пассионарности, а не её подъём. Кончается эта фаза обычно кровопролитием. Система выбрасывает из себя излишнюю пассионарность, и в обществе восстанавливается видимое равновесие. Этнос начинает жить по инерции, благодаря приобретённым ценностям. Эту фазу мы назовём инерционной. Вновь идёт взаимное подчинение людей друг другу. Происходит образование больших государств, создание и накопление материальных благ. Постепенно пассионарность иссякает. Когда энергии в системе становится мало, ведущее положение в обществе занимают субпассионарии. Люди с пониженной пассионарностью. Они стремятся уничтожить не только беспокойных пассионариев, но и трудолюбивых, гармоничных людей. Наступает фаза обскурации, при которой процессы распада в этносоциальной системе становятся необратимыми. Везде господствуют люди вялые и эгоистичные, руководствующиеся потребительской психологией. А после того, как субпассионарии проедят и пропьют все ценное, сохранившееся от героических времен, наступает последняя фаза этногенеза, мемориальная, когда этнос сохраняет лишь память о своей исторической традиции. Затем исчезает и память. Приходит время равновесия с природой, гомеостаза, когда люди живут в гармонии с родным ландшафтом и предпочитают великим замыслом обывательский покой. Пассионарности людей в этой фазе хватает лишь на то, чтобы поддерживать налаженное предками хозяйство. Новый цикл развития может быть вызван лишь очередным пассионарным толчком, при котором возникает новая пассионарная популяция, но она отнюдь не реконструирует старый этнос, а создает новый, давая начало очередному витку этногенеза, процесса, благодаря которому человечество не исчезает с лица земли. Часть первая Киевская держава Глава первая Славяне и их соседи Попробуем посмотреть с точки зрения сказанного выше на этническую историю нашей страны. В те века, когда начиналась история нашей Родины и ее народов, человечество населяло землю крайне неравномерно. При этом одни народы жили в горах, другие в степях или глухих лесах, третьи на берегах морей. И все создавали совершенно особые культуры, не похожие друг на друга, но связанные с теми ландшафтами, которые их кормили. Понятно, что лесовики могли продуктивно заниматься охотой, например, добывать меха и, продавая их, получать все то, чего им не хватало. Но этого не могли делать ни обитатели знойного Египта, где пушных животных не было, ни насельники Западной Европы, где горностаи были столь редки, что их мех шел лишь на королевские мантии, не степники, занимавшиеся скотоводством. Зато у степников было в изобилии молоко и мясо. Они делали вкусный и питательный, не портящийся сыр, и могли продавать его. Кому? Да лесовикам, изготавливавшим из дерева телеги, на которых могли ездить степники. А самое главное, обитатели лесов делали деготь, без которого не вращались колеса степных телег. У жителей средиземноморского побережья имелись великолепная рыба и оливки, на склонах опенины пиренеев паслись козы. Итак, у каждого народа был свой способ ведения хозяйства, свой способ поддержания жизни. Следовательно, мы должны начать изучение истории народов, с описания природы и климата территорий, на которых они живут. Деление на географические районы часто бывает условно и не всегда совпадает с делением на климатические области. Так, Европа разделена воздушной границей, соответствующей изотермии января, которая проходит через Прибалтику, западную Белоруссию и Украину до Черного моря. К востоку от этой границы средняя температура января отрицательная, зима холодная, морозная, часто сухая, а западнее преобладают влажные и теплые зимы, при которых на земле слякоть, а в воздухе туман. Климат в этих регионах совершенно различен. Великий ученый, академик шахматов, который начал практическое изучение русских летописей, исследуя историю русского языка и его диалекты, пришел к выводу, что древние славяне зародились в верховьях Вислы, на берегах Тисы и на склонах Карпат. Существуют и иные версии происхождения славян, однако вносимые ими коррективы не меняют общие картины нашего исследования. Это современные Восточная Венгрия и Южная Польша. Таким образом, наши предки славяне появились и впервые оставили свой след в истории на границе двух климатических областей западноевропейской влажной и восточноевропейской сухой с континентальным климатом, и эта территория нам особенно интересна. Готы Во времена великого переселения народов славяне продвинулись к западу, северу и югу до берегов Балтийского, Адриатического и Эгейского морей. С запада их соседями были германские племена. На северо-востоке Европы со славянами соприкасались так называемые Балты, литовцы, латыши, пруссы и отвяги. Это очень древние народы, заселившие Прибалтийскую территорию, когда оттуда ушел ледник. Они заняли почти пустые места и распространились довольно широко, примерно от сегодняшней Пензы и до Щецена. Северо-восточнее жили финские племена. Их было много и Суоми, и Эсты, и Чуть Белоглазая, так звали одно из этих племен на Руси. Дальше жили Зыряне, Чуть Заволодская и много других народов. Все было, как уже говорилось, достаточно стабильно до второго века нашей эры, когда в результате пассионарного толчка началось великое переселение народов. А началось оно так. От берегов Южной Швеции, которая называлась тогда Готия, отошли триготские эскадры с храбрыми воинами Остготами, Визиготами и Гипидами. Они высадились в Устье Вислы, поднялись к ее верховьям, дошли до Припяти, миновали Приднестровские степи и вышли к Черному морю. Там готы, народ привычный к мореплаванию, построили корабли и начали совершать набеги на бывшую Элладу Грецию. Захватывая города, готы грабили их, а жителей брали в плен. Греция принадлежала в то время Римской империи, и император Деций, страшный гонитель христиан, очень хороший полководец и смелый человек, выступил против готов, которые уже пересекли Дуна и вторглись на территорию Византии. Великолепная римская пехота, хорошо обученная, вооруженная короткими мечами, более удобными в бою, чем длинные, столкнулась с одетыми в шкуры готами, которые были вооружены длинными копьями. Казалось бы, у готов не было шансов на победу, но, к удивлению современников, римская армия была полностью разбита, потому что готы, умело маневрируя, завели ее в болото, где римляне увязли по щиколотку. Легионы лишились маневрности, готы кололи римлян копьями, не давая тем возможности вступить в бой. Вогиб и сам император Деци. Это случилось в 251 году. Готы стали хозяевами Устья-Дуная, где поселились Визи-готы, и современные Трансильвании, где поселились Гипиды. Восточнее, между Доном и Днестром, воцарились Ост-готы, и их царь Германарих, IV век, очень воинственный и храбрый человек, подчинил себе почти всю Восточную Европу, земли Мордвы и Мери, верховья Волги, почти все Поднепровье, степи до Крыма и сам Крым. Могучее государство Готов погибло, как это нередко бывало, из-за измены подданных и жестокости правителя. Германариха покинул один из вождей подвластного Готом племени Россомонов, не терпевший измены, страшный в своей ярости старый король приказал разорвать дикими конями жену вождя. Так страшно убить нашу сестру, возмутились братья погибшей Сар и Амми. И вот однажды на королевском приеме они подошли к Германариху и, выхватив из-под одежды мечи, пронзили его, но не убили, стража успела заколоть их раньше. Однако Германарих от ран не оправился, все время болел и бразды правления потерял. А в это время с востока надвигался страшный враг Гунны. Хунны и Гунны Предки Гуннов Хунны были небольшим народом, сложившимся в IV веке до н.э. на территории Монголии. В III веке до н.э. они переживали тяжелые времена, так как с востока на них давили кочевники Сяньби, с запада нажимали Сагдийцы, которых китайцы называли Юэджи. Неудачными оказались и попытки Хуннов принять участие в китайских междоусобицах. Китае тогда шло объединение страны, известное в китайской историографии как «Война царств», из семи царств осталось одно, при этом погибло две трети населения страны. С китайцами, которые пленных не брали, лучше было не связываться. Хунны оказались союзниками побежденных, и получилось так, что первый хуннский Шаньюй, правитель, платил дань и восточным, и западным соседям, а южные плодородные степи уступил Китаю. Но тут сказались последствия пассионарного толчка, формирующего этнос. Хуннский царевич по имени Модде не был любим своим отцом. Его отец Шаньюй, как все хунны и все кочевники, имевшие несколько жен, очень любил младшую жену и сына от нее. Он решил послать нелюбимого Модде к сагдийцам, потребовавшим от хуннов заложника. Далее царь замыслил совершить набег на сагдийану, чтобы толкнуть сагдийцев на убийство сына. Но тот угадал намерение отца, и когда Шаньюй начал набег, царевич убил своего стражника и бежал. Его побег произвел такое впечатление на хуннских воинов, что не сошлись во мнении, Модде достоин многого. Отцу пришлось поставить нелюбимого сына во главе одного из уделов государства. Модде приступил к обучению воинов. Он стал применять свистящую стрелу. В ее наконечнике делались отверстия, и при выстреле она свистела, подавая сигнал. Однажды он приказал воинам наблюдать, куда он пустит стрелу, и стрелять из луков в том же направлении. Приказал и вдруг пустил стрелу в своего любимого коня. Все ахнули, зачем же убивать прекрасные животные, но тем, кто не выстрелил, отрубили головы. Потом Модде выстрелил в своего любимого сокола. Тем, кто не стрелял в безобидную птицу, тоже отрубили головы. Потом он выстрелил в свою любимую жену, не стрелявших обезглавили. А потом во время охоты он встретил Шань-Юя своего отца и выпустил стрелу в него. Шань-Юй мгновенно превратился в подобие ежа, так утыкали его воины Модде стрелами. Не стрелять не рискнул никто. Модде стал царем в 209 году. Он договорился о мире с сагдейцами, но от него потребовали дани восточные кочевники, которые назывались Дунгху. Сначала они пожелали получить самых лучших лошадей, тысячелийный конь, ли, китайская мера длины, приблизительно равная 580 метрам, так красиво назывался быстроногий жеребец. Некоторые хунны говорили, нельзя отдавать скакунов. Не стоит воевать из-за коней, не одобрил их Модде, и тем, кто не хотел отдавать коней, отрубил по своему обыкновению головы. Затем Дунгху потребовали прекрасных женщин, в том числе и жену царя. Тем, кто заявил, как можно отдать наших жен, Модде отрубил головы, сказав, жизнь наша и существование государства стоит дороже, чем женщины. Наконец, Дунгху потребовали кусок пустой земли, которая служила границей между ними и хуннами. Это была пустыня на востоке Монголии, и некоторые считали, эта земля не нужна, ведь мы на ней не живем. но Модде сказал, земля основание государства, землю нельзя отдавать и отрубил им голову. После этого приказал воинам немедленно двинуться в поход на Дунгху, он победил их, потому что хунны стали подчиняться ему беспрекословно. Затем Модде вступил в войну с Китаем. Казалось бы, эта война была не нужна, кочевники жили в степи, а китайцы обитали южнее, за своей великой стеной, во влажной и теплой муссонной долине, но у хуннов были причины напасть на Китай. Войско Модде окружило передовой отряд китайцев, с которым находился сам император Любан, хунны все время обстреливали китайский отряд из луков, не давая ему передышки. Китайский император запросил мира. Некоторые из вельмож Модде предлагали убить врага, но Модде ответил «Глупцы, зачем нам убивать этого китайского царя, они выберут себе нового, пусть он живет, ведь основные силы китайцев стоят в арьергарде, мы с ними еще не воевали». И Модде заключил с этим императором, основателем династии Хань, договор мира и родства, 198 год. Это означало, что обе стороны будут жить, не покушаясь на земли друг друга. Унны привыкли кочевать в степи, их не смущал холод, а китайцы любили мягкий климат долины Хуанхэ и совершенно не собирались выходить в степь. В это время китайцы уже научились изгдавлять шелк, драгоценный товар древности. Была достигнута договоренность, что хунны дают китайцам лошадей, а китайцы платят за коней шелком. Шелк в те времена был крайне нужен и оседлым народам, и кочевникам. Людей мучили насекомые паразиты, спасением от которых были только шелковые одежды. И если какая-нибудь хунка получала шелковую рубашку, ей уже не приходилось все время почесываться. С помощью сагдийских купцов китайский шелк покупали и римляне. У них была та же беда. Мыла в ту пору не было, и римляне натирали тело маслом, затем счищали его скребками вместе с грязью, а после распаривались в горячей ванне. Однако мерзкие паразиты через некоторое время появлялись вновь. Красавицы римлянки, соблазнительные и влиятельные, требовали у мужей и поклонников шелковые туники. Эти туники стоили безумно дорого, почти так же дорого, как золото. Римляне тратили на шелк огромные деньги, покупая его у купцов-посредников в Иране и Сирии, дарили своим женам, любовницам и не имели средств расплатиться с своими солдатами. Из-за неуплаты жалования солдаты поднимали восстание, и императоры и вельможи гибли в огне мятежей, но эта страшная политика, погубившая Рим, продолжалась еще двести лет, первые третьи века. Очень неприятная ситуация была и в Китае. Китайцы получали за шелк или лошадей от степняков, или предметы роскоши из Средиземномои. Кораллы, пурпурная краска, драгоценности доставались знати, а шелк брали у крестьян. Все желали получить как можно больше драгоценного товара, чтобы, продав его, ублажить своих жен и дочерей. Естественно, что у китайцев развелась система, при которой все делалось, как бы сегодня сказали, по блату. Все жены и наложницы императора, а императору полагался гарем, стали протаскивать своих родственников на должности правителей и начальников. Эти родственники, получив право на управление какой-либо областью, немедленно начинали прижимать крестьян, чтобы добыть деньги на взятки. Их преступления, естественно, не могли оставаться секретом для правительства. Китайцы все время писали друг на друга доносы, благо среди них было много грамотных. Наместников время от времени казнили. Но те, предвидя горькую судьбу, закапывали в землю клады, сообщая места своим детям. И потому правительство, хорошо зная нравы соотечественников, стало казнить не только преступника, но и всю его семью. И так торговля шелком оказалась губительной для обеих империй римской и китайской. Между тем противостояние Хунну и Китая продолжалось. И хотя в Китае было 50 миллионов населения, а всех Хуннов около 300 тысяч, борьба, вызванная потребностью кочевников в шелке, муке и железных предметах, шла на равных. Коней китайцев были намного хуже, чем скакуны и степняков. Экспедиции в Хуннские степи обычно заканчивались гибелью конных китайских отрядов. Когда китайцам удалось узнать, что в Средней Азии есть небесные жеребцы, породистые кони, похожие на лошадей арабской породы, они отправили туда военную экспедицию. Осадив город Гуйшан, район современной Ферганы, китайцы потребовали выдачи лучших жеребцов, осажденные уступили, и китайцы, вернувшись с добычи, приступили к разведению новой породы. Преуспев в этом деле, они стали совершать удачные набеги на хунов. Мало того, они уговорили соседей кочевников с востока, с севера и запада выступить против хунов. В девяносто третьем году хунский Шан-Юй проиграл решающую битву, бежал на запад и пропал без вести. Держава хунов развалилась на части. Одни племена рассеялись в южно-сибирских степях, другие ушли в Китай, ибо в это время в Великой Степи наступила засуха, стала расширяться пустыня Гоби на севере Китая, и хуны смогли передвинуться на засохшие китайские поля, где образовались милые их сердцу сухие степи. Часть же хунов направилась в Среднюю Азию и дошла до Семиречья, район современной Алматы. Здесь и осели малосильные хуны. Самые отчаянные двинулись на запад. Они прошли через весь Казахстан и в пятидесятых годах второго века вышли к берегам Волги, потеряв при этом большую часть своих женщин. Те физически не смогли вынести такой переход, да и из мужчин выжили лишь самые крепкие. Хунны быстро освоились в новых удобных для скотоводства местах, где их никто не трогал. Женщинами они обзавелись, сделав набег на Аланов, а объединившись и породнившись народом вогулов манси, хунны создали новый этнос западных гуннов, также мало похожих на старых азиатских хуннов, как техасские ковбои на английских фермеров. Эти западные гунны, для простоты будем их называть гуннами, начали войну с готами. Сначала гунны завершили разгром Аланов, истощив их силы бесконечной войной. Государство гуннов расширилось и заняло просторы между реками Урал, Яик и Дон. Готы пытались удержаться на рубеже Дона, но они были обессилены изнурительной борьбой со славянами. Поэтому, когда гунны через Керченский пролив, Крым и Перекоп вышли готом в тыл, те побежали. Постготы покорились гуннам, визиготы, переправившиеся через Дунай, оказались в Римской империи. Гибель державы готов обеспечила свободу действий славянам. Но память о былом господстве в южно-русских степях готов, некогда захвативших славянского вождя Божия и распявших семьдесят славянских старейшин, сохранилось. Вернемся к готам, укрывшимся в Византии. Они исповедовали христианство по арианскому обряду. Арианство учения Александрийского священника Ария 256-336 годы, по которому Бог-Сын Христос не равен Богу-Отцу, а лишь подобен Ему. Это учение было осуждено на соборе в Никее в 325 году. А в Восточной Римской империи восторжествовало никейское православие. Союза и дружба не получилось. Римляне потребовали, чтобы переходящие Дуна и готы сдавали оружие, и те согласились. Но когда императорские чиновники стали обирать готов, требовать с них взятки, отнимать жен, детей, имущество, оказалось, что готы сохранили достаточно оружия, чтобы поднять восстание. В 378 году при Адрианополе восставшие сразились с римлянами, разбили их, убили императора Валента и подошли к стенам Константинополя. Хотя город был хорошо укреплен, у готов были все шансы его взять, однако римлянам помог странный случай. В римской армии был отряд конных арабов. Всадники кружили вокруг пеших готов. Один из готов отстал, и арабский всадник нагнал его и, ударив копьем, сбил с ног. Затем спрыгнув с коня, перерезал врагу горло, напился крови, закинул голову и завыл. Испуганные готы решили, что это оборотень. Они отступили от Константинополя и отправились грабить Македонию и Грецию. Усмирить их оказалось нелегко даже Феодосию Великому. Но мы оставим готов сводить счеты с Римской империи и вернемся в Восточную Европу славянам и русам. Существуют различные гипотезы о происхождении русов, которых на разных языках называли по-разному рутены, росы, руги, автор склонен видеть в них племя древних германцев. Славяне участвовали в Готско-Гуннской войне и, естественно, на стороне гуннов. К несчастью для гуннов и славян великий вождь и завоеватель Атилла в 453 году заболел и умер. После него осталось 70 детей и молодая вдова, даже не потерявшая невинность. Возник вопрос о наследнике. Все сыновья Атиллы претендовали на престол отца, а покоренные племена поддерживали разных царевичей. Большинство гуннов стало на сторону вождя Эллака, но против него выступили Гипиды и Остготы. В битве при Недао, славянское название этой реки Недава, гунны были разбиты, Эллак погиб. 454 год. Попытки гуннов бороться с византийцами привели их к поражению на Нижнем Дунае. На востоке в Поволжье гуннов разбили 463 год и подчинили себе Сарагуры. Часть уцелевших гуннов ушла на Алтай, другие на Волгу, где, смешавшиеся с аборигенами, они образовали народ Чуваший. Место действия стало пустым. Рождение Киевской державы В VI-VIII веках славяне, народ сильный и энергичный, имели большие успехи. Население множилось не столько за счет моногамных браков, сколько благодаря пленным наложницам. Славяне распространились на север, где их звали Венеды. Это слово поныне сохранилось в эстонском языке. На юге их звали Склавины, а на востоке Анты. Украинским историкам Брайчевским установлено, что греческое слово Анты, значит то же, что славянское Поляне. Сохранилось слово женского рода Поляница в значении Богатыша. Но слово Поляне в аналогичном значении сегодня не используется, так как тюркское слово Богатырь вытеснило его из употребления. К VI веку славяне заняли Волынь, Волынине, и южные степи, вплоть до Черного моря, Тиверцы и Уличи. Заняли славяне также и бассейн Припяти, где поселились Древляне, и Южную Белоруссию, где осели Дряговичи, Дрягва, болото. В северной части Белоруссии расселились западные славяне Венеды. Кроме того, уже в VII или VIII веках два других западнославянских племени Радимичи и Вятичи распространились на юг и восток до Сожа притока Днепра и до Оки притока Волги, поселившей среди местных украфинских племен. Для славян было бедствием соседство с древними русами, которые сделали своим промыслом набеги на соседей. В свое время русы, побежденные готами, бежали частично на восток, частично на юг, внизу в Едуная, откуда они пришли в Австрию, где попали в зависимость от гирулов Одуакра. Дальнейшая судьба этой ветви нам неинтересна. Часть русов, ушедшая на восток, заняла три города, которые стали опорными базами для дальнейших походов. Это были Куяба, Киев, Арзания, Белоозеро и Старая Руса. Русы грабили своих соседей, убивали их мужчин, а захваченных в плен детей и женщин продавали купцам, работорговцам. Славяне селились небольшими группами в деревнях, а бороняться от русов, оказавшихся жуткими разбойниками, им было трудно. Добычей русов становилось все ценное, а ценным тогда были меха, мед, воск и дети. Неравная борьба длилась долго, и закончилась в пользу русов, когда к власти у них пришел Рюрик. Биография Рюрика непроста. По профессии он был варяг, то есть наемный воин, по своему происхождению рус. Кажется, у него были связи с Южной Прибалтикой. Он якобы ездил в Данию, где встречался с франкским королем Карлом Лысым. После 862 году он вернулся в Новгород, где захватил власть при помощи некоего старейшина Гастомысла. Мы не знаем точно, означает ли слово Гастомысл собственное имя человека или нарицательное обозначение того, кто мыслит, то есть сочувствует гостям, пришельцам. Вскоре в Новгороде вспыхнуло восстание против Рюрика, которое возглавил Вадим Храбрый, но Рюрик убил Вадима и вновь подчинил себе Новгород и прилегающие области Ладогу, Белоозеро и Изборск. Существует легенда о двух братьях Рюрика Синеуси и Трувори, возникшие в результате непонимания слов летописи. Рюрик его родственники Синеус и дружинники Дбрю Воринг. Дружинников Рюрик посадил в Изборске, родственников отправил дальше на Белоозеро, сам, опираясь на Ладогу, где был варяжский поселок, сел в Новгороде. Так, путем подчинения окрестных славян Финноугров и Балтов он создал свою державу. Согласно летописи, Рюрик умер в 879 году, оставив сына, которого звали Игорь, по-скандинавски Ингвар, то есть младший. Поскольку Игорь, по словам летописца, был «детесквельми» очень мал, по словам летописца, власть принял воевода по имени Хельги, то есть Олег. Хельги это было даже не имя, а титул скандинавских вождей, а означавший одновременно колдун и военный вождь. Олег с воинами двинулся по великому пути из варяг в Греки, из Новгорода к югу по речке Ловоть, где была переволока, и дальше по Днепру, попутно заняв Смоленск. Варяги Олега и малолетнего Игоря подошли в Киев. Тогда там жили славяне и стояла небольшая русская дружина Аскольда. Олег выманил Аскольда и вождя славян Дира на берег Днепра и там предательски убил их. После этого киевляне без всякого сопротивления подчинились новым властителям. Это произошло в 882 году. Олег занял Псков и в 883 году обручил малолетнего Игоря с псковитянкой Ольгой. Ольга это женский род имени Олег. Здесь мы скорее всего вновь сталкиваемся с титулом не зная настоящего имени исторического лица. Вероятно Ольга как и Игорь во время обручения была ребенком. К 9 веку раскол славянского единства привел к созданию новых ранее несуществовавших народов. В результате смешения славян с эллирийцами появились сербы и хорваты, а в Афракии смешение с пришлыми кочевниками положило начало болгарскому этносу. Какие-то славянские племена проникли в Грецию и Македонию, дойдя до Пелопонесса, который они назвали Мореей от слова «море». Растущая пассионарность славян разбросала их по всей Европе. Продолжение следует... Продолжение следует...